Беседа 43, стр. 284 Когда же навстал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Иоанна 6, 16-18 Христос не только находился телом с учениками своими, но и, будучи далеко от них, устрояет полезное для них. Как всемогущие и премудры, он и противные случаи направляет к одной цели. Вот смотри, что он делает, и в настоящем случае. Он оставляет учеников и восходит на гору. Они, оставленные учителем, так как уже было позднее время, сошли к морю и до вечера оставались в ожидании его возвращения. А когда наступил вечер, они уже не могли удержаться, чтобы не пойти и не поискать его. Так сильна была любовь их к нему. Они не говорят, теперь вечер, и ночь наступает, куда же теперь мы пойдем. Место опасное и время небезопасное. Но пламенея любовью к нему, они сходят на корабль. Евангелист не без цели, конечно, означает и время, а для того, чтобы тем показать пламенную их любовь. Для чего же Христос оставляет их и удаляется? А еще более, для чего является один, идя по морю? В первом случае он научил их, каково им быть без него, и хотел усилить в них любовь к нему, а в другом он показал им опять свое могущество. Как не с народом только они слушали учения, так не с народом только видели и чудеса. Тем, которые должны были получить власть над Вселенной, надлежало иметь нечто более, чем другим. А какие чудеса, спросишь, они видели одни? Преображение на горе, настоящее чудо на море, многие великие чудеса по воскресенье, и по этим я заключаю и о других. Шли же они в Капернаум, не зная, наверное, но только надеясь встретить его там, или даже во время плавания. На это сделал намек Иоанн, сказав, проплывши около 25 или 30 стадий, что была тьма, а Иисус не приходил к ним. Чего же они смущаются? Многие различные обстоятельства приводили их в смущение, и время, потому что была тьма, и буря, потому что море воздымалось, и место, потому что они были не близко от земли, но отплыли в стадии 25. И, наконец, необычайное явление, потому что они видят Его ходящим по морю. При этом-то сильным их смущением Он говорит им, когда они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающиеся к лодке, испугались. Но Он сказал им, это Я, не бойтесь. Для чего же Он явился? Чтобы показать, что Он есть Тот, кто укоротит бурю. На это указал Евангелист, сказав, они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Стих 21. Значит, Христос сделал их плавание не только безопасным, но и благопоспешным. Народу Он не показал себя ходящим по морю, потому что это было чудо выше Его немощи. Да и ученики недолго видели Его в этом положении, а едва лишь Он явился им, как и удалился. Мне кажется, это чудо другое, а не то, которое рассказывается в Матфея. 14. И что оно действительно другое, это видно из многого. Христос часто совершал одни и те же чудеса с тем, чтобы не только привезть зрителей великое изумление, но и приготовить их, принимать эти чудеса с многою верою. Это Я. Не бойтесь. Сказав эти слова, Он изгнал страх из их душ. А в другом месте Он поступает не так. Потому-то Петр говорил, Господи, если это Ты, то повели Мне прийти к Тебе. Матфея 14.28. Отчего же они тогда приняли эти слова, не вдруг, а теперь поверили? От того, что тогда буря продолжала еще качать корабль, а теперь вместе со словами Христа наступала тишина, или, если не по этой причине, то по той, о которой я сказал прежде. То есть, что Христос, часто совершая одни и те же чудеса, через чудеса и предыдущие, делал более удобоприемлемыми чудеса последующие. Для чего же он не зашел на корабль? Чтобы сделать чудо более поразительным, а вместе с тем яснее открыть им свое божество и показать, что и тогда, когда он благодарил, делал это не потому, чтобы нуждался в помощи, а и снисхождение к ним. Итак, он попустил быть буря, чтобы они всегда искали его, потом вдруг прекратил ее, чтобы показать свою силу, и не зашел на корабль, чтобы сделать чудо поразительнее. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Севериада другие лодки, близко к тому месту, где ели слеп по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки, приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Сам вошел и другие корабли, народ, пришедшие от Севериады. Стих 22.24. Для чего же с такой обстоятельностью повествует Иоанн? Почему бы ему не сказать, а на другой день переправился на ту сторону и народ? Этим он хочет показать нам нечто другое. Что же такое? Что Христос и народу, хотя не прямо, но косвенно дал возможность уразуметь случившееся. Видели, говорит он, что не было там иной лодки, но только одна, и что Иисус не входил. И вошедшие в корабли Тевериадские, пришли в Капернаум, ища Иисуса. Что другое, в самом деле, можно было подумать, кроме того, что он перешел море, путешествуя по нему, потому что нельзя было сказать, что он переправился на другом каком-либо корабле. Один, говорит сказано, в который не входили только ученики его. Одна лодка. Однако же, после такого чуда, они, пришедшие, не спросили его, как он переправился, как прибыл, и не позаботились узнать о таком чуде. А что говорят? Нашедшие его на той стороне моря сказали ему, разве, когда ты сюда пришел? Стих 25. Разве кто станет утверждать, что слово «когда» ими сказано здесь вместо «как»? 286. Следует и здесь обратить внимание на непостоянство их мыслей. Те, которые говорили, это пророк, которые старались восхитить его и сделать царем, нашедшие его, не думают ни о чем таком, но забыв, как мне кажется, о чуде, более уже не удивляются ничему прежде бывшему. Они искали его, наконец-то, потому что хотели опять насладиться трапезою, так же, как прежде. Перешли некогда черное море Иудеи под предводительством Моисея, но большое различие между тем, что было там и что здесь. То все совершал, молясь, тот, и как раб, а этот со всей власти. Там вода уступила на пору ветра, так что можно было перейти по суглу. Здесь же было большее чудо. Море оставалось в своем естественном состоянии и таким образом носило владыку на своем хребте, подтверждая изречения, которое говорит, «ходящий по морю, как по земле» Иов 9.8. Между тем, благовременно совершил он чудо над хлебами, намереваясь войти в строптивый и непокорный Капернаум. Он хотел смягчить неверие жителей этого города чудесами, не только бывшими в нем, но и совершенными вне его. С течения в этот город такого множества народа, выказавшего великое усердие, какого не могло бы смягчить и камня. Но с ними не случилось ничего подобного. Нет, они желали только пищи телесной, а потому Иисус и укоряет их. Зная это, возлюбленные, будем благодарить Бога и за чувственные блага, но еще гораздо более за духовные. Этого хочет и он, и ради этих-то благ дарует и те, привлекая и научая ими несовершенных, как людей, еще сильно привязанных к миру. Впрочем, если они, получив эти блага, на них и останавливаются, то подвергаются осуждению и наказанию. Вот и расслабленному Христос хотел дать прежде благо духовное, но присутствующего этого не вынесли. На его слова «Отпущаются тебе грехи твои» Матфея 9.2 они сказали «Он богохульствует». «Да не будет же с нами, убеждая вас ничего подобного, но благо духовное да будут предметом наших особенных забот». Почему? Потому что, когда есть блага духовные, не бывает никакого вреда от неимения благ телесных. А если нет их, то какая нам останется надежда, какое утешение. Потому о них всегда нужно молить Бога и их просить. О них молиться научил нас и Христос. И если мы вникнем в ту молитву, то не найдем в ней ничего плоского, но все духовное, даже и то немногое чувственное, о чем мы просим в ней, становится от образа прошения духовным. Уже и одно наставление, не просить ничего более, как только хлеба насущного, то есть ежедневного, было бы знаком ума духовного и любомудренного. Но смотри, что предшествует этому? Да светится имя Твое, да прицарствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Матфей 6.9.10 Затем, сказав о том чувственном, он тотчас уклонился и опять пришел к учению духовного, говоря, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ничего не сказал о начальстве, ничего о богатстве, ничего о славе, ничего о власти, но включил в молитву все, что клонится к пользе души, ничего земного, но все небесное. Итак, если нам заповедано воздерживать от вещей житейских и настоящих, то как будем мы несчастны и жалки, когда станем просить у Бога того, что Он заповедал нам отвергать, если имеем, чтобы избавить нас от забот, а чего повелел просить о том, не будем иметь никакого попечения или даже не будем и желать того. Подлинно это значит пустословить, потому-то, хотя мы и молимся, но не получаем успеха. Как же скажешь, богатеют злые люди, как неправильные, преступные, хищники или каимцы? Не Бог дарует им это, нет, но как же Бог попускает? Как попускал некогда и богачу, соблюдая его для большего наказания? Вот послушай, что сказано ему, чадо, ты принял доброе в жизни твоей, а лазарь злой, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Лука 16, 25. Итак, чтобы и нам не услышать этого голоса, нам, которое суетно и безрассудно проводим жизнь в роскоши и прилагаем грехи ко грехам, станем заботиться о приобретении истинного богатства и совершенного любомудрия. Через это мы получим обетованные блага, которых и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым отцу со святым духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.